Всем салют, всем привет! Меня зовут Никита Захаров. Для тех, кто меня не знает, я рассказываю про мужскую моду, про мужской стиль. И сегодня я вам расскажу про топ-5 своих любимых вещей от бренда Lime из мужского отдела, разумеется. Если у вас в городе нет бренда Lime, то, во-первых, у них есть, по-моему, доставка. Во-вторых, не переживайте, это видео все равно будет для вас информативным и полезным, потому что я буду показывать какие-то силуэты, которые трендовые, которые я советую, которые вы можете купить на любом, скорее всего, любом маркетплейсе, либо у любого другого бренда, поэтому обязательно смотрите до конца. Итак, первая вещь, в которую я влюбился, это свитер. Почему именно свитер? Сейчас прям сложно найти именно актуального кроя. Фасон, так скажем, свитер. И обычно это все какие-то длинные, непонятные кофты, которые мне не особо нравятся. У бренда Lime это как раз, наоборот, история про какой-то тренд. Это кропнутый силуэт, который снизу будет слегка у вас подрезанный, потому что это кроп называется. Свитер выполнен из такой средней вязки, очень приятный на ощупь и достаточно плотный. И, кстати, такой крой-силуэт, он вытянет ваш образ, потому что линия талии будет чуть выше и ваши ноги будут казаться длиннее, поэтому это must-have для ребят, у которых там метр шестьдесят и так далее. Но вообще нет, это для всех must-have, я прямо его рекомендую, потому что свитеры, правда, очень кайфовые. У меня их два, в хаки цвете и в темно-сером. Вторая вещь, брюки. Если еще год назад нормальные, хорошие брюки, это было вообще задание с галочкой, то сегодня уже практически каждые бренды поняли, что можно делать, наконец-таки, широкие брюки, а не только зауженные. И бренд Lime, конечно, сделал тоже такие брюки. На мне сейчас прямые, я бы даже сказал, широковатые брюки. Они мне очень нравятся, у них очень классный крой. И такой крой, знаете, он идеально подойдет как раз для свитера, который я показывал ранее, для футболки, ну и для рубашки, разумеется, тоже. То есть это такой универсальный вариант для тех, кто любит casual или smart casual. Ну и пора бы уже мужчинам отходить как-то только от зауженных брюк, поэтому ссылка на эти брюки в описании, собственно, как и на все остальные вещи. Поэтому спускайтесь, чекайте, и буду еще благодарен, если вы оставите лайк. Спасибо большое. Ну и третья вещь, самая, наверное, необходимая сегодня. Я видел ее часто и у парней, и у девчонок, но мужики, не переживайте, девчонки часто просто захаживают в мужские отделы и покупают там что-то. И эта вещь не обошла их стороной. Это свитшот с молнией на воротнике. Я точно не знаю, как не называются, либо там как-то half zip свитшот, квадро zip, короче, как-то так. Я называю по-простому кофта с молнией на воротнике. Но такая кофта практически близка к идеалу. Она выполнена из серого меланжевого футера, она достаточно объемная, что будет смотреться очень хорошо, да и в целом она правда выглядит интереснее, чем обычные свитшоты, которые вот таскали с 15 по 20 годы. Скупали их там, не знаю, на Валдрис, где угодно. Да, такие уже свитшоты можно, конечно, убирать. А вот эти как раз с молнией на воротнике прям очень советую. Мне кажется, и в 24 году их часто будут носить, поэтому кайф. Ну, самая прикольная правда, что вы можете надеть его и на учебу, и на работу, и на прогулку, и в кафе. И будете, правда, интересно смотреться за счет какой-то определенной фактуры, за счет того, что это, ну, немного необычно выглядит в сравнении только с, опять же, со свитшотами, какими-то обычными лонгсливами и так далее. Четвертую вещь многие не поймут, кому-то она не понравится, но ее оценят любители и ценители стрит-вира, то есть какой-то уличной моды. Это джинсы Garga с 3D-карманами. Почему 3D? Потому что они, собственно, выпуклые и выпирают. Я очень люблю подобные вещи, потому что, когда выходишь на улицу, не хочется как-то только в брюках ходить или только в джинсах, а какого-то чего-то интересного. Ну, желает душа. То есть их можно классно носить с какими-то кроссовками, с худи, со свитшотами, с той же самой, кстати, кофтой с молнией на воротнике. То есть это будет интересно выглядеть, но я понимаю, что это не для всех, поэтому для тех, кто любит, обязательно спускайтесь в описание, будет ссылка. По-моему, они сейчас еще и на скидке и что-то в районе 5000 рублей стоят. За 5000 очень хорошее качество, очень прикольный крой, поэтому обязательно чекаем. Ну и раз уж у нас зима, и зима будет еще где-то месяца два точно у нас, то я не мог не взять себе куртку. И когда я ее брал, ее цена что-то была в районе 15 тысяч рублей. В целом окей для такой куртки. Но даже сейчас, по-моему, она дешевле стоит. Что хочу сказать. Во-первых, у нее классные большие карманы, и, кстати, они двойные. Воротник, точнее капюшон, остегивается. Сама куртка напоминает такую, знаете, парку Аляску, куртку Аляску, что-то такое. То есть она затягивается снизу и посередине. Для людей, которые любят, когда их одежда сидит, ну верхняя одежда сидит как-то более-менее по фигуре. Но что еще хочу сказать. Если вы будете мерить эту куртку, то меряйте три размера, потому что у Лайма есть какие-то проблемы с размерами. Элька может на разных вещах сидеть, ну, совсем по-разному. Я обычно ношу верхние вещи XL, а это у меня L, и как будто она даже мне слегка, ну, большевата. По качеству особо нареканий нет, потому что сейчас пуховики все стоят где-то в районе 30 тысяч, и даже они иногда бывают, ну, с таким себе качеством. А здесь за 15, а сейчас еще на скидки дешевле, ну, грех совсем жаловаться. Так, ну это были мои топ-5 вещей от бренда Lime, поэтому пишите в комментарии, как вам понравилось или нет, и вообще делать ли еще обзоры, может быть, как-то раскрыть немного больше Lime, потому что у меня достаточно много от них вещей, они мне нравятся. Либо сделать обзоры на еще какие-то бренды другие, может быть, на какие-то вещи. Короче, пишите свои идеи в комментариях или пишите свои вопросы, ответы на которые хотите услышать от меня. Буду очень благодарен за активность и буду все читать. Ну и всем хорошего настроения и добра, спасибо за просмотр.